Доброго времени суток и дорогие телезрители и друзья, все кто на канале, всех я приветствую. Для вас будет освещать эту игру Алексей Пегас Белый. Это Сакры Трели Кап, третий сезон. Сразятся две команды, такие как Зеро Сквад против ВХС. Второй игровой день. Вчера был довольно-таки насыщенный. Много командов сыграли 1 в 1. Даже кто-то выиграл 2 в 0. Ну а непосредственно мы включаемся в трансляцию. У нас началась уже стадия пика банов. Оракл, Аутов Девавер, Варлок от команды Зеро Сквад в бане. И ВХС отвечает снайперам, Никсом и Вайперам. Огрмак со Свеном. Два плотных персонажа для ВХС заскочили на первых 2 слота. Ну и Джакирас с Легион Коммандер для Зеро Сквад. Очень похоже, что Легионка отправится в оффлейн. Сейчас для таких персонажей, у которых есть лайфстил, отлично подходит та самая сложная, которую превратили в легкую линию, где есть 2 спауна, плюс еще эншенты, баунти руна. Ну, в общем, сделали максимально, чтобы оффлейнер не пропадал. Из игры, да, часто он проседал из-за левела, из-за несхватки голды. Все это прекрасно должны помнить. Из прошлого патча того же самого взять 6.89. Ну или 6.88. Если чуть-чуть не прав, поправьте. Слардер на четвертую позицию в бан отправляется от Зеро Сквад и Хаус Кнайт от ВХСов. Ну, не знаю, чем был примечательный этот персонаж. Тем более, Свенц против Хаус Кнайта выглядит довольно-таки перспективно. За счет сплэша он разбивать может. Еще не отрицаем вероятности, что может появиться Магнус. Это дополнительный сплэш, плюс у него в стезе. Для тех, кто не знал, плюс 15% от способностей Магдин. Ну, то есть на все распространяется, да. Вот Эмпавер дает 50%. Плюс 15% 65%. А у Свена у самого уже 50% сплэш работает. То есть тот же самый БФ. Ну и от тебя еще накидывается на Магнуса 65%. Это вот 120 практически процентов ты выдаешь от Свена. Ну, не забываем, что у него еще базовый урон плюс суммируется. И начинается, ну, жесткая рубила, тем более под ГДС. Правда, собирать сейчас Свена стало немного сложнее, так как Доминатор теперь собирается по-другому и не дает лайфстила. Дает он реген Ауру, по-моему, по 5 в секунду, если я не ошибаюсь. Ну, может, чуть поменьше. Ну, такой стал более для Чена актуален. Иногда берут для оффлейн Фейслос Вайда. Ну, и так, редко, но наблюдал. И крипов, конечно же, он к себе приманивает. Не Крофоса взяли себе за расхват. Как саппорт-то может быть, так и мид-позицию тоже занимать. Здесь, ну, по крайней мере, здесь может. Тем более против Свена. Он неплохо смотрится, так как у него встроенный госептор. То есть вторая обилка у него теперь юзабельная. Он получает больше магического урона. Но его невозможно бить физикал. Бисмастер. Давно я его не видел. Уж как-то он пропал из пиков. Сейчас эра пуша, эра файтов. Бисмастер для этого более как актуален. За счет своих жестких обилок. Тот же самый Кабан. Который очень часто выручает именно в замесах. Да, и с ним мансить куда проще. Ну, если у тебя имеется достаточно опыта, достаточно игр именно в плане микроконтроля. Кабаны плюс птички. Это довольно-таки хорошая штука. Ну, там надо прям подзапотеть. Тем более Бисмастер сейчас с аэроталоном, с Кабанами может в оффлейне стоять прекрасно. Есть святилище, из которого можно подхлебнуть на всякий случай. Ну, и с появлением шестого уровня, может, мы увидим какие-то перетяжки. Абадон нарисовался оффлейн для команды Zero Squad. Будет за счет Афоник Шилдов скидывать Рорби с мастера. Так ли это будет, вот в чем вопрос. И, может быть, Трипла формируется с Абадоном, Некрофом и Мджикиросом. Так что будем ждать. Посмотрим именно по расстановке лайном. Zero Squad я на турнире Сакрит вижу первый раз. Ну, доводится мне с ними знакомиться. И заодно познакомлю вас, дорогие друзья. Даззл от ВХСов. Больше подсыва. Скорее всего, укрепляют Свена. Остается мид-позиция. Инвокер еще не в бане. Убирается пока что Тинкер. Тинкер неплох против Легионки. За счет лейзера 100% миссета. Всегда приятно. Ну, и последний бан от команды ВХСов. Если посмотреть глобально, то остался либо мидер, либо же саппорт. Тинкер, как говорю, может отправиться и в мид-позицию. Ну, выходить сам остался мидер. Неплохо инвокер здесь. Против той же самой Легионки. За счет Торнадо. Да, там может еще Юлы потенциально появятся. Можно как выбор. Еще неплох. Ну, уже на такой, с какой-то с эскейпом. Ну, не знаю, как сейчас актуальна Виндрэнджер стала ли. По стезе я точно не прошелся. Не довелось мне еще на ней сыграть. Ну, что раз перед банится и берется инвокер на пятую позицию. Именно в слоте. А так он считается как бы... Вторая позиция. Первая все-таки керри. Ему все-таки втащить в лите. А мидер такой, это парень, который должен инициировать. Инициировать иногда даже как бейсмастер. Ну, именно сейчас как бейсмастер, то есть как у флейнер. Иногда в его задачу это включается. Ну, и за расклад. Возможно, были готовы к инвокеру. Сейчас нужно добрать... Горящего персонажа, который смог уже бегать. Но эталон друид. Жесткая. Жесткая заявочка. Посмотрим, как Мишаня здесь будет справляться. Знаю, что неплохо сейчас его вроде подняли в лон друида. Плюс Рэднианс на нем работает получше, чем на том же самом Алхимике. Ну, и сможет ли этот лон друид... Неужели он отправится в мид-позицию? Это будет довольно-таки интересно понаблюдать. Друидов я видел в основном на про-сцене. В обычных... Где-то играх. И мне его не довелось видать. Посмотрим, как... На нем будет у нас отжигать тот или иной игрок. Сейчас даже узнаем, кто. Остается пауза. Ну, это бывает. Всем привычным. Сейчас мы пока что юзаем... Не Люксенбург. Проверяем, как будет лагать-не лагать. Ну, смотрим, что жалоб пока что... Не наблюдается. Я, конечно, не уверен. По-моему, у команды Сил Света замена. Либо же вот этот Дима Дазл... А, ну так гайд смотреть на лондруида. Ну, бывает. Бывает. Ну, не знаю. Дазл вроде бы как игрок. Поставил свой нормальный ник. Посмотрим, как он будет сегодня отыгрывать. Увидим ли мы феноменальных крестов. Ну, и... Именно после вчерашнего дня вот такая-то у нас статистика получается. ВХС занимает второе место. Они набрали за вчерашние две игры три очка. Коменда Zero Squad вышла на первое место. Получили они четыре очка. То есть выиграли практически. Все. Ну, две победки у них. Один проигрыш и одна... Такая, получается, ничья. Ну, как бы один-один у них было и два-ноль. Ну, и посмотрим, смогут ли они сегодня выиграть две карты подряд. Либо же... Все-таки будет счет у нас один-один. Это... Сетка такая получается. Сейчас вам точно скажу. Ну, распределение типа слотов венера и лузера. То есть кто выигрывает, попадает по очкам венера. Ну, а у кого самая наиболее меньше очков попадает в сетку лузеров, где будут играть на вылет сразу же. Ну, а кто в сетке венеров, вы, наверное, должны знать. С Интернешнала прекрасно будут падать в сетку лузеров и бороться за выживание. Кто все-таки пройдет у нас дальше и будет бороться за звание победителя Сакры Церелика третьего сезона, мы узнаем в ближайшее время. Ну, к концу недели мы точно увидим победителя. Ну, что, ребята готовы. Отжимается у нас пауза. Непосредственно я переподключаюсь для представления команд. Команда Сил Света, а ниже ВХС. Дима играет на Дазли, Саншайн играет на Инвокере, ПВБ на Бисмастере, Хентай Бойс играет на Угрмаги и Леви на Свине. Команда The Rasquad. Фросси на Абадоне, Стелс Хантер играет на Лоун Друиде, Тони Сларк играет на Леджун Команде, Стривер на ДХД, он же Джакира, и Гризли будет играть на Некрофосе. Скорее всего, это Медовый Лоун Друид. Есть у него Орбов Веном. Будет он стоять против Инвокера. Я не знаю, как это будет выглядеть. Ну, и сможет ли действительно Лоун Друид в новом патче. Давайте немножко пройдемся по стезе. У него так, плюс 200 к дальности Атати. Это Герой или Медведев? Ну, по-моему, все-таки Герой. Плюс 200, это жестко. Это жестко. Это как полу снайпера, пол-две пассивки. 250 здоровья. Видим, что плюс 30 к урону Спирит Бира, либо 65 к урону Медведя. Ой. Ну, самого большого, того самого парня, который вызывает этого лесного. Медвежатка. Ну, и плюс 7 к броню Спирит Бира, минус 50 калдаун от Возрождения. Тут прям спорно. Ну, и последний атакой на выбор. Довольно-таки жесткий такой баф. Знаете, с Рэ, с Радиком, плюс 30 еще дэмэджа на Лон Друида. Это довольно-таки перспективно, особенно в начале игры. Это будет жестко решать. Леджинг Командер отправляется в офлэйне. В миде будет стоять Лон Друид. Это кто? Керри? Керри, керри на топ. Идет у нас Керри Некрофос. Не знаю, с чем это связано. Будет ли он активно участвовать во всех файтах, либо же строится игра будет от фарма. В лейт-доте оба коллектива смотрятся хорошо. Это Свен в офлэйне. Внизу будет стоять у нас Бисмастер. Ага. Джакира будет Дабла внизу. Двое на двое будет драться на топе. То есть образовался Огр Маг вместе с Инвокером дать небольшой спейс против Лондруида. Ну и Фрости начинает здесь разминать. Есть Стан. Здесь Гризли тоже неплохо накидывает. Фрости получает Станчик. Есть Кисленькая. Сбрасывает щитом. Леви, кстати, наполучается сильно. Фрости до конца бежит у нас Леви. Будет ли Стан. Стан не имеется. Отпевается флаской Фрости и отгоняет отсюда в Гризли. Да, Злон. Ну и Леви здесь подстрял. Хотя, наверное, висит. Стан полетел. Афоник Ширтом быстро сняли. Хорош Фрости. И первый фраг не удалось сделать ни одной, ни другой команде. В миде противостояния у нас пока что 4 против 6. Очень сильно динает Инвотер. Кстати, это плюс. Так что редко на обычных пабах ты увидишь, чтобы прям так инвокеры потели. Да и добивать на нем поначалу очень сложно. Слишком мало у него дэмэджа. К этому надо привыкнуть. Если хотите прям сильно-сильно потеть, научитесь добивать крипов на снайпере. У него, по-моему, самый маленький дэмэдж в начале. И тогда вы сможете на любом персонаже ласхитить без проблем. Ну что, образовалась у нас трипла на триплу. Это все-таки некор керри с подсейвом в виде ДХД и абадона. Абадон пока что справляется со своей задачей. Внизу стоять будет легионерша против Бисмастер. Кстати, ПВБ здесь надо играть более осторожнее, так как копия, если будет качать у нас легионка, а она их качает уже в двойку, у него могут быть проблемы. Плюс кабанов пока что мы не видим. Играет он через топоры. Вот такой необычный выбор. Фрости здесь разминают. Есть кислая под игнайтом. Все, он это сбрасывает. Хотя пошел стан. Есть замедление. Неплохое. Фрости сильно приседает. Подхилл не точный. Крипы агресса на Хентай Бойза и в спину плюет Ликвид Файл Стривер. Фрости отсюда уходит более-менее. Ну а теперь на развороте. Крипы плюс Стривер. Хентай Бойз кстати приседает сильно. Гризли подходит. Догонит ли. Проедает у нас тангусами Хентай Бойз. Ну подходит сюда Леви. Будет ли кого-то цеплять Леви. Стану Стривера. Начинает разминать. Варкрай прожитый. По-моему рановато. Крипфард залетает. Леви. Держит сюда до конца. Пришел сюда Фрости подхилил Стривера. И будет ли Стривера убивать. Да. Феррус Блад достается Леви. Гризли идет до конца. Пытается хоть кого-то убить. Хентай Бойз. Он тут даже не доедает. Пошел Санстрайк. Санстрайк не точный. Фрости отсюда уходит. 1-0 становится в пользу команды ВХСов. Такая драка получилась затяжная. Очень тяжело сосредоточиться когда драка идет больше минуты. То есть ты начинаешь допускать ну так небольшие ошибки. Но здесь ребята выглядят довольно хорошо. ПВВ против Тони Сларка. Разминается. Тони Сларк до конца. Здесь Кабан очень слабенький. Он всего в единицу вкачан. Честно удивлен. Думал что уже второго Кабана мы увидим. Ну и ФАС Блинк Даден на Легионерш. Может все-таки стоит повременить. Как-то собрать фейсбуцы. Тем более ты стоишь против одного Бисмастера. Можно будет и подраться. На топе Леви пока разминают. У него всего лишь щит имеется. Возможно хочет себе купить шлем. Лон Друид почти купил фейсбуцы. В мидии у нас кстати Друид проигрывает в два раза. Сэншайн обходит Стелс Хантера. Друиду как-то тяжеловато. Думал у него будет попроще. Все-таки два удара наносятся вместо одного медведь плюс сам парень лесной. Прочувствовал у нас Лон Друид. Хентай Бой с Димой здесь просто так потратили время. Смок ушел в никуда. Бисмастер имеет третий топоры. Будет он агрессивничать. Сильно пробивал Тони Сларка. Ага! Легионка купила себе Боттл. Вот такой поворот событий. Тоже неожиданно. Кстати ВВБ держится до конца. Тони Сларк сможет сделать еще удар. Подхил пошел от ПВБ. Флазку он съел. Но прокает еще один удар и Тони Сларк забирает фраг. Хорошо получилось. Подловил на моменте когда была куча крипов и копья довольно-таки знатно его пробили. Шестой уровень появился. Можно попробовать на топе кого-то подцепить. Неплохо смотрится Дазл. Второй уровень нет у него еще Грэйва. Тем более ага Леви взял себе ПТ. Есть у него сплэшка и в единицу Варкрай. В миде друид с фейсами. Кстати корни прокнут ли? Саншайн получает корни и неужели умрет? Да! Бор стелсхантер какой пруще у него медвежонок и хорош фраг такой на инвотере и даст ему тот самый буст который он потерял по крипам так что теперь становится все довольно-таки ровно в миде. Гризли есть Хедреско есть Тик Тонис Ларк тут бегает собирает кстати руны еще и баунти прокнул это вообще замечательно у него блинг дадер уже имеется внизу пришел у нас Угармак под сейв сделать ПВБ есть Рор убивать сейчас пока что никого не вариант так Тонис Ларк щит имеется кричит сам на себя ну и будут ли кого-то цеплять Хентайбу сильно проседает от копий кстати Фрости подходит Террор шикарно по Тонис Ларку не успевает его убить но пойдет до конца дается ему один удар сделать ну и сделать ли да Угармак отправляется в таверну там ПВБ до конца дерется против Фрости Фрости умирает прилетел сюда Леви дает стан Санстрайк летит и не попадает Санстрайком Тонис Ларк отсюда убегает на тапки Варкрай прожимается но слишком поздно будет ли топор через одну секунду но нету маны Леви идет до конца есть у него стан отмансил Тонис Ларк хорошо хорошо получилось надо было пораньше Варкрай нажать кстати Саншайн кидает колл снэп медведь сильно проседает прожимает Ферри Файр у нас инвотер и медведь до конца бегает кстати Хентай Бой получает крик и уходит отсюда Стелс Хантер у него кстати Транквил Буци Фейс Буци он отдал медведю это хорошо Леви пришел сюда ай корни из первого удара Стелс Хантер получает стан здесь же и гнает еще и спину поизон санстрайк не точно там корни просто прокат на всех подряд надо бы мишку наверное подрезать кстати Леви может здесь просесть медведь кричит леви сильно получает умирает бисмастер внизу Леви до конца умирает съедает его медведь Хентай Бой сдерется против медведя да забирает его вызывает второй бир пошел корни прокнут корни прокают да ладно даблкил в исполнении Стелс Хантера однако здравствуйте мишка то смотрите пертый но не баран и Митас на восьмой минуте приобретает себе инвокер неплохо в принципе с одной и с другой стороны чувствуют себя мидеры немного на крипов обгоняет конечно инвокер но вот эти фради сейчас прямо я тебе скажу шикарно поправили медведя дадер у легионерши хочет инициировать 5 секунд до ульты продувка неплохая Тони Сларк накричали ликвид фарт ему в спину закинулся ну и пойдут до конца пвб получает копья максимально отсрочивает свою смерть айкор не прокает еще и ульта грейв вовремя одним и хорошо пвб кстати до конца Стеллхан Мансит не попадает со страйком кстати Тони Сларк здесь получал кучу дэмэджа ну а Дима надо отсюда отступать ага Хентай Бой сопритепешился Тони Сларк понимает что где-то вероятность смерти Хентай закидывает свой игнайт стривера но медведь медведь будет блочить так интересно получается неплохо ну и ДХД отсюда улетает хорошо такое интересное начало получается у Зеро сквад активно они прессуют своих оппонентов получается это у них на 5 с плюсом ну и надо продолжать атаковать медведь уже довольно-таки жесткий будет ли он что-то на него покупать 1200 голды у него имеется либо же следующим артефактом радик ну можно и маил стром была такая отличная сборка придумал ее конечно же адмирал бульдог самый такой знаете потный друид на моей памяти уж точно он еще его собирал когда армлет не хавал медведя ну то есть прикольно левик кстати Тони Сларк запрыгивает есть копия есть ульта еще и коса сверху красиво красиво все по таймингу и дополнительный дэмэдж уже 20 плюсом у легионерки имеется на 25 уровне за каждую дуэль дается по 40 дэмэджа так что в глубоком лейте легионерша станет проблемой Фрости поставил вард сразу спалили вот так как там стоит центряк еще и центряк поставил Фрости а сможет ли съесть так Интай Бойс закидывает игнайт а Фрости здесь на хосте ничего он не боится ну варды жалко конечно потратить ему пришлось здесь еще один агрессивный вард поставил команда ВХС и на подсейве Зеро Скват располагается ну и располагает свои варды третий Бладлаз уже на Угромаде есть видимо что хотят максимально пробафать своего свина и первый тавр для команды Зеро Скват падает в копилку переключимся на Нетворс и 5000 имеет уже Лон Друид 4400 имеет Легион Командер Солдринг приобретает Бисмастер есть у него Транквил Буци четвертые топоры вторые кабаны Друид приобретает себе Хенд оф Минус на 11 минуте это очень ранний и выйдет Игнает Тони Сларк получает стан забирает крипчиков не отдает своему оппоненту совсем ничего ну и второй Т1 тавр начинает пушировать команда Силкин будут ли драться хотя Тони Сларк получает стан получает киту накричали на гризли пошел санстрайк не сильно продамажили кстати не край макро пир залетел ПВБ под фокусом сильно он проседает да ладно неужели умрет мека прожимается Тони Старк все еще живет кидается копья убивает бисмастера здесь кидается дуэль в Дима Дима умирает и Хентай Бойс тоже подстрял его койлом добивает Абадон это 3 в 0 размен хорош хорошая тайминговая мека появилась у Некра и сейчас она очень поверяла на файт в 11 счет 1200 по опыту 900 по голде и вот она макро пира в 1200 дэмэджа однако здравствуйте отключается у нас инвотер видимо какие-то неполадки давайте проскочимся по артефактам дазл имеет сапог есть у него вардецкий полный такой саппорт 5 позиции ну что поделать кому-то приходится этим заниматься инвотер есть медаз сапог 0 талисман бисмастер танковые буцы солринг угромаг уже арканы приобрел 5 уровень свен пт у него даже еще сейбера нет но есть грижный стик абадон сапог 5 позиция до 6 уже книга имеется лондруид есть у него мидас транквил буцы фейс буцы легионка с дадером собирает себе уже лейтмейл джеки ротс юлы у него будет следующим артефактом пока что арканы буцы кстати айспейда еще нет четвертая продувка и второй ликвид файр некрофос грифсы почти готовы есть арканы буцы мека закидывает у нас хентай бой с пкд игнайтом ну игнайт такого уровня для некрофоса вообще не проблема внизу пошел кирпич пытается здесь медведя загрызть скол снэп его закинули кстати пока что он крикнуть никак не может но да должен отсюда убегать санстрайк пошел не точно 30 хитпоинтов у него в жизни остается кстати запрыгнул сюда гианеша дима под фокусом дима отправляется в таверну тони сларк ничего не боится фрости уже на подсейве саншайн надо наверное отступать 40 демеджа однако здравствуйте в миде пушит джеки рост внизу 4 игрока из команды зеро сквад будут осаждать т2 тавр здесь у него совсем мало жизни осталось тем более под блейдстоном разобрать его не составить никакого труда первую стезю 15% получения опыту приобрела себя легенд команд друид давайте глянем 250 к здоровью ну так как он самим так сказать главарем драться не собирается это думаю хороший вариант ну и что у нас тут еще а некор почти десятый инвокер ничего не вкачал там особо я вам скажу стезя у него не очень приятно там надо вторым вариантом брать форгитов а потом уже бласт естественно на максималку бисмастер начинает спид пушить кстати пошел кирпич ульта саншайна залетает надо еще какой-то дэмэдж внести макропира коса 45 секунд отдыхает инвокер заход сразу на т3 откидываться нечем должен лезть сюда бисмастер закидывать топоры грифсами уже захилилась мишу прокастовали неплохо миша рубит т3 тавр упал и милишные мараки начинают сыпаться прилетел сюда леви есть у него игр клап закинул стан милишные бараки скорее всего потеряют фуловые фуловые команда сил тьмы отбиваться вообще нечем они просто не чувствуют дэмэдж и скорее всего заберут сторону и отступят да 2-13 счет первая сторона на 15 минуте упала браво команда за расклад еще и т2 свой засейвили по графикам ой 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 за 15 тысяч по голде за 4 тысяч по опыту ведет команда зс нету достаточных артефактов чтобы вхс смогли отбиваться тяжелая в них сложилась ситуация есть рвела у инвокера будет лайнс дота будут они сплитпушить по максималке но свен не боевой ему еще надо кучу артефактов чтобы противостоять подхилу не сларк но прыгать не решился если прыгнул может быть подарил кстати 15 демеджа ну 10 сейчас пока что еще не вкачал он ультимейт ультимейт на 12 левеле качается там все таки сделали на 11 чтобы можно прокачать стезю не знаю почему правда так большинство персонажей допустим на 11 уровень ну не нужен ну а зачем там такие отвратительные есть просто ветви что то же самое давайте возьмем вот инвотера да либо 125 здоровья или 15 урон нет бы там вот 25% получения опыта вот это уже интересно ну а это такое себе небольшая пауза заминочка ну видим что ребята возвращаются в игру он блейдмейл есть у легения шид дезолятора ну еще многовато правда бисмастер только начинает собирать себе некров некров ну ждем мы радианс на медведя медведь внизу напрягает всех оппонентов очень грамотная кстати такая распановка получается с одной стороны Миша с другой стороны 4 игрока Миша по силе равен этим пацанам кстати в 8к команда вхс пытается стелсхантера здесь найти т2 тавра не потеряли еще и стелсхантера вряд ли подцепят хотя накричал нас Мишка нет еще радианса было бы неплохо парадемаж кричит на стелсхантер а т2 тавра уже потеряли здесь погоня за медведем наконец-таки догадались его убивать стелсхантера проседает фуловая фуловая команда зс отступает отсюда некор хентайз бой заходит далеко накричали на стривера будет какой-то станчик станчик залетает стривера продали тони старик запрыгнул на левю айспаде стоит сильно все проседают дима пока что живет шикарный грейп по леве умирает здесь два игрока из команды сил света еще и под косой нас угармак леви бежит до конца но гризли его догрызает good game will play пишет команда вхс и первую карту забирает зеро сквад 18 минут потребовалось для закрепления своей позиции и зеро сквад выходит победитель